Всем привет! Сегодня приготовлю крупу в домашних условиях, которую я дома никогда не готовлю. Это киноа. Индейцы ее уже у себя наелись и теперь потихонечку эта крупа перекочевала в Европу. Но наверное до 2005 года я ее на кухнях не встречал. Я пересмотрел множество рецептов и скажем так, ни один меня не зацепил. Совершенно. Я сегодня постараюсь приготовить эту крупу максимально вкусно. Максимально. Но если вы конечно найдете интересный рецепт, вы можете озвучить у меня его в комментариях на канале. Я буду признателен. Время идет к обеду и у меня, человека, который любящий поесть и мясо и рыбу, просто киноа без ничего меня не воодушевит. Поэтому сегодня я киноа буду готовить с рыбой. Точнее сказать с форелью. Ну которую я сам лично поймал. Поехали! Форель я уже полностью почистил, вырезал внутренности, удалил сгусток крови, удалил чешую, удалил жабры. Ну теперь мы ее отфилитируем. Значит ножом за жаберными крышками надрезаем вот так наискосок до хребта. Он у нас находится здесь. Поворачиваем нож и идем вдоль хребта. Все, филе у меня одно готово. Переворачиваю рыбу и все то же самое надрезаем за жаберными крышками. Вот эту тишу, вот у этой форели, она не жирная. Ее есть можно, поэтому я ее оставлю. Вставляем нож до хребта, проворачиваем и идем вдоль хребта. Тишу приподнимаем, чтобы мы ее не порезали. Аккуратненько. Одной рукой давим на голову, приподнимаем здесь. Все, можно опустить и прижимая рукой, спокойно довести начатое дело. Все, рыбу мы отфилитировали. То есть мы сняли с филе. Эту часть, вы можете с нее сделать рыбный бульон, вы можете ее добавить в уху для навара. Вы можете голову просто пожарить, а хребет выбросить. На ваше усмотрение. Ну, вообще, я скажу вам так, что я работал во многих местах. Немцы кости с форели или с лосося для бульона не берут. Берут только кости и обрезки от белых рыб. Но они не готовят уху лохикета, который вы можете посмотреть на моем канале и приготовить. Вот эти косточки вдоль живота аккуратно срезаем ножом. Вот этот лоджерочек вот так аккуратненько пальчиком проводим и он точно так же у нас отходит. И эту часть точно так же срезаем. Тупой стороной ножа проводим вот в этом месте. И здесь мы видим все косточки. Эти кости мы вырезаем клинообразным срезом. На нож мы при этом сильно не давим. Он и так прекрасно дойдет до кожи с одной стороны и с другой стороны. Все, филе у меня полностью готово. Второе филе точно так же. Эта часть филе пойдет сегодня на обед. Ну и чтобы вы не были удивлены после того, как вы приготовьте крупу, что она у вас горчит. Именно горчит, а не пикантная. Нужно ее просто-напросто хорошо промыть. И я даже пойду немного дальше. Я ее отдам еще и кипятком. И отставлю в сторону. А теперь мы займемся овощами. Так, в холодильнике у меня завалялся пакчоу, сладкий перец и морковь. Морковь очищаю и вместе со сладким перцем нарежу на небольшие кубики. Так, очищенную морковь. Режу вот на такие кубики. Так, болгарский перец отрезаем спереди и сзади. Вырезаем сердцевинку. И так же небольшим кубиком режем и отправляем к моркови. Так как у них время приготовления одинаковое, то мы можем сразу добавить все в одну посуду. Так, ну и пакчоу. Пополам. Кочережку можно вырезать. И наискосочек. Да, вам не обязательно брать именно те овощи, которые у меня. Вы можете взять любые другие. Вы можете пакчоу заменить на шпинат. Можете заменить на мангольд. Да и вообще добавить. Добавить можете стручковую фасоль. Вы добавить можете сладкий стручковый горох. Так, готово. Теперь я режу лук. Лук не обязательно резать мелко. Лук готов. Чеснок. Так, лемонграсс. Его мы немножко обобьем тупой стороной ножа. Так он просто лучше раскроется. Ну и произвольно помельче его нарежем. Листья лайма. Буквально два листочка нам больше не надо. Так, ну и мы отправляемся к плите. В уже прогретую сковороду я добавляю оливковое масло. И обжариваю овощи. Обжариваю я их на сильном огне. Буквально коротенько. Потому что затем они пойдут в крупе и будут доготавливаться вместе. Такое овощи выглядит уже хорошо. Я их присаливаю. И сюда же добавляю пакчоу. Через две минутки отброшу все на сито. Чтобы избавиться от излишков масла. Масло я не вылью. Я на нем пожарю рыбу. Овощи готовы. Отбрасываю на сито. Так, кастрюля нагрелась. Немного масла. И сюда высыпаю все, что я до этого нарезал. И дам всему этому хорошо прогреться. Я в соус буду добавлять карри. Я бы предпочел, лично я бы предпочел добавить пасту карри. Желтого цвета. Она есть зеленого, желтого и красного. Я бы добавил желтого. Но так как у меня супруга слишком пикантно или остро не любит, я ограничусь на сегодняшний день порошком. Он менее пикантный. Дам для начала одну ложечку. Да, количество всех ингредиентов, которые я сегодня буду использовать, вы найдете под видео. Даже можно добавить еще одну. Две чайных ложечки карри. Дам буквально немного вина. Как бы сказал Сталик Хинкашиев, аромат такой, что меня аж снесло. И сюда же добавим кокосовое молоко. Кстати, вот это блюдо, которое я сейчас готовлю, если убрать форель, то для вегетарианцев и для веганов это будет очень хороший обед. Посолю. И там немного повариться. Добавлю еще немного кипятка. Вот сейчас в данный момент жидкости у меня это 400 миллилитров кокосового молока и 200 миллилитров кипяченой воды. Теперь я эту массу хорошо всю проварю, досолю, добавлю чуть-чуть сахару, добавлю немного лимонной кислоты и процежу через сито. Ну, пока масса варится, чтобы не ковырять пальцем в носу, а заняться чем-то полезным, я выпью немного вина. Аперитив перед обедом никогда не помешает. Красное вино, конечно, не очень подходит к этому блюду, но так как температура такая прохладная, то я с удовольствием предпочту выпить лучше красного вина, так как оно темперированное. А в холодильниках белое я не хотел бы. Ну, за то время, за те 15 минут, что варится соус, я надеюсь, я не накидаюсь. Соус, то есть та основа, в которой мы будем готовить кино дальше, готов. Процеживаем через сито и отправляем сюда крупу. В эту часть я всю выбрасываю, она нам уже не нужна, это уже отходный материал. Так, и добавляю соус в крупу. Накрываем крышкой и варим дальше, ну, примерно минут 20, а я тем временем добью аперитив. Прошло 20 минут, все это время я готовил крупу под закрытой крышкой. Вот теперь я добавлю сюда овощи, добавлю остаток соуса. В общей сложности соуса у меня было 500 миллилитров, а самой кино 200 грамм. 5 минут и блюдо готово, остается пожарить только форель, но это тоже минутное дело. Так, кино готово, убираю в сторону и обжариваю рыбу. В сковороде дам прогреться, а рыбу я только посолю, с одной стороны. Припудривать мукой я ее не буду, так как она у меня не пригорит. И готовится она очень быстро. И обжариваю рыбу на стороне кожи. Рыба очень тонкая и она готовится очень быстро, имейте это ввиду. Теперь немного перца. Рыба готова и я перехожу на пол подачи. Проверяем рыбу. Берехт и вода напишлем. Добавляем рыбу. Лавой рыб и лепестки. Уберем рыбу. Легка по макару. Легка по макару. Рыбы р Nepчатку. Бережататора на стороне кожи. А рыбы. и обед готов если это видео вам понравилось оставляйте ваши комментарии а я желаю вам всего самого добру и до новых встреч спасибо